Продавец говорит, надумали цветы покупать, а мы говорим, нет, не надумали. Мы хотим показать, какой ассортимент на советской торгуют. Желтые, красные, да, со всеми переливами, оттенками. Уже завтра купим. Завтра купим, предлагают, говорят, покупать сегодня. Вышли прогуляться вечер, 7 марта. Мы находимся за ЦУМом Брестским. Проходили мимо ЦУМа, цены на цветы 3 и 3,50 за цветок, конечно же. Посмотрим, что будет завтра. А завтра по 5 рублей. Сегодня по 3, а завтра по 5. Ну, большие. Ну, большие. Вот такие новости. Немножко потеплело. Было с утра минус 5 или минус 4. А сейчас плюс 4, плюс 5. Но есть разница, конечно. А на набережной никого. Зато в городе людей, а машин. И все едут, куда-то спешат. Сегодня короткий, по идее, рабочий день. Сокращенный. И все бегом домой. Бегом домой. Завтра выходной. 8 марта. Женский день. Ну, еще и выход тренер. Поехали. Поехали. Тихо и безлюдно, зато погода хорошая. Идем с Таней. Буйки появились на реке. Для чего? Непонятно. Но это один. Больше не видно ни вправо, ни влево. Что он обозначает? Никто не знает. Если родители приучают детей с маленького возраста относиться к животным, кормить лебедей, уток, голубей. А если вот такие вижу, ногами пинают, шугают. Смотри, какие эти нырки. И колеси. Раньше их не было, Саша. Маленькие, шустрые такие. Уже, наверное, года 3 или 4 они появились. Уточки вам вдалеке по парочкам. Сейчас за выходные уже накормят так. Ну и хорошо, и на неделю будут сыты. Животики толстые будут. Панорамное фото. Нашел программку на андроиде. Но она, наверное, есть не только на платформе андроиде. Программка. Я забыл, как называется. Если кому интересно, напишу. Там что-то вроде есть слова про навигацию. Одним словом пишешь в этой программке в поисковике. Допустим, ну, к примеру, город Дрезден. Улица Радебергерстрассе. И что делаешь дальше? Находишь эту улицу. Ставишь палец и увеличиваешь. Увеличиваешь, увеличиваешь. И в это время появляются разные панорамные снимки на 360 градусов. И можно идти по дороге. Пальцем вот так вот продвигаешься по этой дороге. Смотришь влево, смотришь вправо. Смотришь под ноги, смотришь в небо. Вот так я по Харькову путешествовал. По улице Пушкинской недавно. Путешествовал, путешествовал. А потом поймал себя на мысли, что чего-то не хватает. Самое главное, изюминки. Убрали трамвайные пути, и трамваи не ходят. Да ты что! Я так допутешествовался до аптеки, до аптеки, я не помню, кажется, номер 9 была. Не знаю, какая она сейчас. Этот поворот уже шел к ДК налево, к ДК милиции. Вот на этом я остановился. Был уже первый час ночи. Чувствую, я так перевозбудился. Лежал, легли спать. Часа полтора не мог заснуть. Какое-то все вроде старое, но в то же время все новое. Хотя сказал, говорит, я так хорошо путешествовал, так приятно, такое удовлетворение получил. Ну вот и путешествую каждый вечер. Честно говоря, какого-то своеобразного, своего рода стресс какой-то произошел. Ну да. Лежу и не могу заснуть. Таня говорит, вот тут и путешествую. Я на следующий день даже не рискнул. Можно было что-то другое посмотреть, конечно, но Харьков уже не стал открывать, не смотрел. Так вот сейчас, чего только нету. Ну, вот эти панорамные снимки, я так понимаю, это делает, конечно же, не программка, это делают люди. Там даже написано в уголочке слева, пользователь такой-то. Ну, кто вот делал этот обзор, так называемый. Так что не просто так, что вот захотел, открыл там деревню. Ну, хотя вот попробуем Танину родину. Ой, какие красивые. Ой, что ты стал стыдно? Попробую, вот на карте найду, как он правильно там, городской поселок имени Ленина и все прочее. Найду там центр города и увеличу. И посмотрю, что из этого выйдет. Делал кто-то там обзорные снимки или нет? Может и есть. Может, посмотрим. Цветов везде много, продаются на каждом углу. Мимозу несут, тюльпаны несут. Возле Киевси спрашивали, 3 цветка 7 рублей. Ну, это к вечеру. А, вот, на 2,50. 2,50 у меня. Красивые, дождые стены. Ну, так, такая вот прогулка сегодня предпраздничного. Продолжение следует.